Сделано в Израиле. Оружие, которое было использовано при убийстве иранского черного ядерщика, было произведено в Израиле. Мохсен Фахрезаде стал объектом теракта в пятницу 27 ноября, когда в ходе многосторонней атаки несколько нападавших в городке Абсард округа Дамаванд провинции Тегеран произвели по крайней мере один взрыв и инициировали стрельбу. Иран говорит, что ученый-ядерщик, убитый на востоке Тегерана, был расстрелян из пулемета с дистанционным управлением, который открыл огонь из пикапа. Оружие, найденное на месте теракта, имеет логотипы и технические характеристики израильской военной промышленности. Израиль сыграл большую роль в убийстве Мохсена Фахрезаде. Средства массовой информации Израиля сообщили, что высокопоставленный чиновник сказал газете New York Times, что мир находится в долгу перед Израилем за убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахрезаде. По всей видимости, этот анонимный чиновник в течение многих лет участвовал в программе отслеживания Фахрезаде. Имя Фахрезаде неоднократно упоминалось в президентации премьер-министра Израиля Абинямина Натанияху в 2018 году, в котором он повторил безосновательное утверждение об иранской ядерной программе. Натанияху утверждал, что Израиль украл тысячи секретных документов по ядерно-энергетической программе Ирана. По его словам, этот ученый-ядерщик особенно интенсивно работал с 1999 по 2003 годы над секретным военным проектом под названием «АМАД». По словам Натанияху, в конечном итоге цель заключалась в создании пяти ядерных зарядов в нарушении международных обязательств Ирана. Но под давлением Соединенных Штатов, которые тогда только что вторглись в Ирак, Исламская республика решила свернуть свою ядерную военную программу. Тегеран заявил, что вся презентация Натанияху была выдумкой. Тем не менее, Натанияху аквилизовал этого ученого как директора ядерной программы Ирана и пригрозил. Запомните это имя Фахрезаде. Более того, неназванный источник в западной разведке сообщил 12-му каналу, что убийство физикоядерщика было кульминацией долгосрочных планов Израиля. Секретарь Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана Али Шемхани заявил, что террористическая группировка «Муджахидин Халк» или «Мунафигин» подозревается вместе с Израилем в убийстве Фахрезаде. «Муджахидин Халк» По словам Шемхани, враг десятилетиями преследовал иранского ученого-ядерщика. «Муджахидин Халк» «Муджахидин Халк» «Муджахидин Халк» «Муджахидин Халк» «Министр ингредиентки Израиля Ювал Стенец сказал израильскому общественному телеканалу «Кан», что убийство Фахрезаде было положительным моментом для мира. «Убийство в Иране, кем бы оно ни совершено, послужит не только Израилю, но и всему региону и миру», заметил Стенец. «Официально Тель-Авив не взял на себя ответственности за это нападение». «Но официальных комментариев израильских властей по поводу убийств не было». «Видеоклипы, загруженном в Твиттер, вскоре после появления новости об убийстве, премьер-министр Бенемни Таняху, подсчитывая различные достижения недели, отметил, что это не полный список, поскольку я не могу рассказать вам все. Это делается все ради вас, граждане Израиля, ради нашей страны. Это неделя достижений, и их будет больше». Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, все посольства Израиля по всему миру находятся в состоянии повышенной готовности. Французское издание Le Buon International пишет, что иранский эксперт, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что это было очень изощренное нападение со стороны Израиля, в котором участвовало не менее 12 нападавших. Информацию предоставил Моссад, который поручил иранцам, членам Муджихадинка, террористической группировки Мунафигин, выполнить миссию на месте, сообщил тот же источник. Он имеет в виду террористическую организацию МКО, которая убила десятки тысяч иранцев после победы исламской революции в Иране в 1979 году. Иран заявляет, что за этим стояла израильская разведка. Газета New York Times подтверждает это со ссылкой на неназванные источники. Согласно New York Times, один американский чиновник вместе с двумя другими сотрудниками разведки заявил, что за нападением на иранского ученого-ядерщика стоит Израиль. Это убийство раскрыло многое. Израильские и европейские газеты были наводнены просочившимися сообщениями о том, что у связанного с Моссадом подразделения целенаправленных убийств Кидон во главе списка физической ликвидации стоял иранский ядерщик. Сюда же входит и Саид Хасан Насрелла, генеральный секретарь ливанского движения сопротивления Хезбулла. В списке якобы находятся многие видные ливанские, палестинские, иракские и еменские личности. Израильский Моссад в сотрудничестве с внутренним наемником в Ливане не прекращает попытки физического устранения Саид Хасана Насреллы. Но все эти усилия провалились из-за бдительности его аппарата безопасности. Британская газета Sunday Times подтвердила, что подробности убийства профессора Фахрызаде и использования боевиков местных ячеек на мотоциклах имеют отпечатки пальцев израильского отряда физических ликвидаций Кидон. Раззимт, исследователь, специализирующийся на Иране в Институте исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, сказал New York Times, что только Израиль и США имеют возможности и интерес к такого рода действия «Израиль или Соединенные Штаты, или то и другое». Если это была израильская атака, то уже точно не в первый раз. Зим также отмечает, что эта ситуация беспокоит Израиль, который пытается отбросить назад ядерную программу Ирана, как мы видели этим летом на атомном объекте в Натанзе. 2 июля на комбинате обогащения урана в Центральном Иране произошел мощный взрыв на складе, где размещались современные центрифуги. Что ж, одно можно сказать наверняка. Иран не прекратит свою деятельность в области ядерной энергетики. Фактически законопроект, требующий от правительства Ирана увеличить обогащение до уровня необходимого для создания ядерного оружия и игнорировать другие ограничения по ядерной программе, согласованной с крупными державами, преодолел первые препятствия в парламенте. По словам официального представителя Организации атомной энергии Ирана, Иран также планирует установить новые центрифуги. Иранская атомная энергетическая программа уже продвинулась вперед, и это убийство не помешает усилиям иранцев. Оно только еще больше разоблачило врагов Ирана, и то, как далеко они готовы пойти, чтобы поставить под угрозу безопасность своих стран, руководствуясь скрытыми мотивами.